Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». Студия Алина Котрихова и сегодня в программе. Стало плохо в пути. На улице Солнечной погиб водитель Митсубиси Лансера. Это глава стрижей. Студия Алина Котрихова и сегодня в Солнечной погиб водитель Митсубиси Лансера. Он в одной майке. У него ничего нет. Он конкретный, неадекватный. Поспорил, что не замерзнет. Что случилось-то с вами? Мужчина. Спор. Спор? На улице Карла Маркса сотрудники ППС задержали буйного пешехода. На улице Солнечной погиб водитель Митсубиси Лансер. Мужчине стало плохо за рулем. Он не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. Трагедия произошла 28 января около 10 часов 40 минут у дома 11 по улице Солнечной. 56-летний водитель Митсубиси Лансер наехал на сугроб. По предварительной версии, во время движения у мужчины ухудшилось самочувствие. Он не справился с управлением. Сотрудники ДПС заметили происшествие и сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Спасти мужчину не удалось. Врачи констатировали смерть. Как выяснилось, это был глава поселка Стрижи Сергей Гагаринов. В Котельническом районе на трассе Вятка столкнулись КамАЗ и Лада Гранта. По предварительным данным ГИБДД, 54-летняя женщина-водитель легковушки при встречном разъезде задела грузовик. После удара вероятная виновница ДТП получила травмы. В Уржуме тяжелые травмы получил пешеход. По предварительным данным полиции, 45-летний предприниматель на Тойоте наехал на женщину, которая вышла на дорогу из-за стоящего транспорта. Пострадавшую госпитализировали. На 15-м километре дороги Киров-Стрижи-Уреча столкнулись два автомобиля. По предварительным данным ГАИ, 46-летний водитель 15-й ехал со стороны Кирова в направлении Ленгасова. Он не справился с управлением, ударился об отбойник и выскочил навстречку, где ехала Лада Ларгус. Водитель 15-й получил тяжелые травмы, его госпитализировали. На улице Лесной попала в ДТП 19-летняя девушка на 14-й. По предварительным данным ведомства, она наехала на остановившуюся Ниву. Автоледи получила травмы, медики оказали ей помощь. Сергей Пичугин, место происшествия. Дерзкий налет на 45-летнюю женщину совершил вероятный разбойник на улице Сутырина. Мужчина следил за своей жертвой, напал на нее в подъезде, избил и забрал деньги, золотые украшения и мобильный телефон. Потерпевшую обнаружили в подъезде местные жители и вызвали полицию. На съемке с камер плохо, но видно, как после ударов сокровавленной женщины разбойник снимает вещи. С места происшествия он убежал, а 45-летняя женщина осталась лежать в подъезде. Вначале было предположение, что женщина пострадала в результате несчастного случая, поскользнувшись в тамбуре. Однако полицейские установили, что вслед за женщиной в подъезд дома зашел мужчина. Впоследствии женщину доставили в больницу, сейчас она в тяжелом состоянии, у нее множественные ушибы головы и закрытая черепно-мозговая травма. Сами шел в суд, а папа собрал все ценности и ушел в суд. То есть неожиданно в больнице? Да. Со сына? Да. Золотая женщина сама отдала? Нет, я сидел. С какой целью вы решили нападение? С своим колючатом. 35-летнего ранее судимого мужчину оперативники вычислили быстро. Похищенные драгоценности мужчина сдал в ломбард, полученные деньги проел и прогулял. Золотая женщина сдал в ломбард. Сколько денег получил? 5500 рублей. Похищенные вещи в итоге были изъяты, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос об аресте подозреваемого. Сейчас ему грозит до 8 лет лишения свободы. Михаил Вагин, место происшествия. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Облила бензином и подожгла вещи спящего хозяина дома, жительницы Нагорского района. В результате пожара 37-летний мужчина погиб. Подробности о этого и других происшествий в нашей рубрике «Сводка». 25 января в селе Николаево Нагорского района в пожаре в жилом доме погиб 37-летний мужчина. Следователи выяснили, что причастна к происшествию может быть его 32-летняя знакомая. Вечером парочка была в гостях у односельчан, все вместе выпивали. А когда вернулись домой, мужчина и женщина поссорились. Подозреваемая дождалась, когда хозяин дома уснет, после чего облила бензином вещи в комнате и подожгла. Затем с места происшествия скрылась. Соседи, увидев возгорание, вызвали пожарных, однако спасти мужчину не удалось. Он погиб в огне. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Женщина задержана. В Кирово-Чепецке сгорел бытовой вагон. Бытовка на улице Вокзальной вспыхнула ночью в понедельник 28 января. Мужчина, который в момент пожара находился в помещении, получил ожоги и был госпитализирован. По сообщениям очевидцев, пожар удалось потушить примерно за 40 минут. В МЧС предполагают, что возгорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей. На троих фигурантов дела электронного проездного, директора Анатолия Ганьбу, бывшего директора ЦДС Александра Рыболовлева и депутата Дмитрия Никулина возбудили новые уголовные дела по факту хищения у организации 20 миллионов рублей. Так, в 2013 году Никулин, который на тот момент был директором ЦДС, и Рыболовлев заключили фиктивный договор на создание сайта компании по завышенной цене и похитили 98 тысяч рублей. Также Рыболовлев и Никулин заключили фиктивные договоры на покупку навигаторов, присвоив более 7 миллионов. Два года назад все трое, зная, что разработана программа, позволяющая оплачивать проезд в общественном транспорте банковскими картами, а электронному проездному нужны права на программу, похитили деньги компании, заключив фиктивный договор на право использования программы по завышенной стоимости, и похитили около 6 миллионов 800 тысяч рублей. Сейчас Анатолий Ганьба и Александр Рыболовлев находятся под арестом. Вероятный организатор преступной схемы депутат Дмитрий Никулин объявлен в розыск. Полиция разыскивает пропавшего без вести 35-летнего Александра Каширских из поселка Даровской. В октябре прошлого года мужчина ушел из дома. До сих пор его местонахождение неизвестно. Был одет в рабочую куртку от спецодежды. Если вам известны обстоятельства исчезновения, а также где может находиться Каширских, сообщите по телефону на экране. Алина Котрихова, Место происшествия. Вышел победителем в споре с виду нетрезвый пешеход, которого сотрудники ДПС задержали на улице Карла Маркса. Мужчина поспорил со своим приятелем, что может пройтись в 20-градусный мороз по улице в одной майке. Условия он выполнил, но для того, чтобы согреться, Кировчанин решил помахать перед полицейскими кулаками. Подробности у Сергея Пичугина. По словам очевидцев, до задержания Александр ходил по дороге и чуть не стал жертвой ДТП. Во время встречи с полицейскими он распускал руки и чуть не ударил сотрудника. Он в одной майке, у него ничего нету. Он конкретный, неадекватный. Если верить мужчине, ему не слишком холодно. Лишь жесткие наручники за спиной вызывали дискомфорт. Это вы в одной майке-то зачем на улицу вышли? Потому что работа. Доброе утро. Что случилось-то с вами? Мужчина? Спор. Спор? Да. Насчет чего? Да. Что вы сможете пройтись в одной футболке? Да. На улице Нима и стража порядка проводили Александра до патрульного автомобиля, где, может быть, не совсем удобно, но точно тепло. Ребята. Пройдем ли патрульный автомобиль? Аааа. Ребята. Ой, тихо, тихо. Мужчина рассказал, что после спора он вышел из дома и пошел гулять. Маршрут был не так важен. Осознал все? Да. В отдел поедешь? Далеко живешь-то? Как ты менял? Саша? Да. Где живешь-то? В Филейке. А? В Филейке? Блин, далеко. В итоге обычный спор обернулся целым приключением. Сначала длинная прогулка от Филейки до октября, потом потасовка с полицейскими и конечная точка маршрута отдел полиции. Александру грозит ответственность за мелкое хулиганство, но мужчина спокоен. Главное, что спор в итоге он выиграл. Сергей Пичугин, Место происшествия. Вы смотрите проект Место происшествия. Мы продолжаем выпуск. На перекрестке улиц Карла Маркса и профсоюзной водителя машины с камерой занесло, и он получил двойной удар. Сначала автомобиль с регистратором въехал в сугроб, затем в него врезалась иномарка Форд. На Октябрьском проспекте водитель Киа выехал на встречную полосу и столкнулся с Фиатом и Деу Некси. По данным ГИБДД, в аварии пострадали 6 человек. Возможно, причиной опасного маневра водителя Киа стала обледеневшая асфальтная колея. На улице Ленина камера видеонаблюдение зафиксировало, как водитель 12-й въехал в припаркованный Шевроле Лачетти. В итоге Лада помяла крыло иномарки. Сейчас водителя 12-й ищут. На перекрестке улиц Ульяновской и Щерса дерзкий лихач на полос сначала срезал путь. Затем на улице Римма-Яровской наглец подрезал машину с камерой. На Слободском тракте гонщик на Аладе Веста пошел на опасный обгон и чуть не спровоцировал лобовое столкновение. Стартанул раньше обычного на красный сигнал. Водитель иномарки и уехал направо. Под Кирово-Чепецком у поселка Перекоп владелец регистратора едва не столкнулся с лосем. Михаил Вагин. Место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик или звоните и сообщите по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте или проследить за проектом в Инстаграме и Телеграме. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. До встречи.